МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Путь Абая. Делегация из Алматинской области отправилась в родные края Великого Абая-Кунамбая. Да будет вода. В селах Раймбекского района проводят водопроводные трубы. Моя семья – мое богатство. В Алматинской области подвели итоги конкурса в честь Дня семьи. За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано лишь четыре случая коронавирусной инфекции. Это говорит о стабилизации ситуации. Однако власти готовятся к любому изменению сценария. На случай так называемой второй волны руководство области принимает ряд мер. Их обсудили на аппаратном совещании под председательством Акимобласти Аманды Кабаталова. Также в ходе заседания затронуты темы поддержки предпринимательства, уборки урожая и подготовки к отопительному сезону. Природный газ – один из самых экологически чистых энергоносителей. Планомерно регион переходит на голубое топливо. Как доложили Акимобласти, на данный момент ведутся работы по переводу на газовую систему четырех котельных региона. Три из них проходят реконструкцию в рамках дорожной карты занятости. До начала отопительного сезона планируется завершить три блочно-модульные котельные в Карасайском районе. Также 11 БМК намерены ввести в Толгарском районе. В общей сложности 23 многоэтажных дома будут обеспечены отоплением. Активными темпами ведутся работы по доставке топлива в регион. Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе открывает горизонты для осуществления масштабных бизнес-проектов. Больше всего инвесторов интересует агропромышленный сектор. В частности, бизнесмены заинтересованы в открытии промышленных предприятий, доложил курирующий эту сферу заместитель Акимобласти. По словам Серика Турдалиева, вполне успешно проходит уборочная кампания. Все работы идут согласно намеченному графику. Малому и среднему бизнесу, оказавшемуся в затруднительном положении, будет оказана помощь. Для этого есть немало механизмов господдержки. Их Амандык Баталов поручил разъяснить детально. Большое внимание на заседание уделено и самой актуальной теме – подготовке к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Она ведется по всем направлениям. Однако сценарий пандемии может быть разным. Потому руководство области принимает ряд мер по усилению системы здравоохранения. Три цифровых рентгенопарата Актоберингеном заключили. Мы последние деньги вы выделяли. Это под контролем правительства. По двум компьютерным томографам 16 сентября мы уже хотим подвести итоги конкурсные и уже заключаться. Также по ИВЛ тоже на этой неделе все заключим, будем работать. По кислородным станциям Амандык Ваш все договора заключены. Четыре идут в дороге, остальные тоже ждем поставки. Мы сроки поставили до 1 октября вместе с разводкой установить. Особое внимание Акимобласти поручил уделить ходу реализации программы «Дорожная карта занятости», благодаря которой создаются новые рабочие места и улучшается инфраструктура региона. Подводя итоги заседания, глава ЖИТСУ заявил о необходимости своевременного, а самое главное правильного осуществления задач, поставленных президентом в послании. Каждый озвученный пункт должен изучаться детально и реализовываться точечно, резюмировал Амандык Баталов. Насколько хорошо реализуется принятая указом президента страны антикоррупционной стратегии в Алматинской области? Лично убедиться в предпринимаемых мерах прибыла депутат-мажилиста парламента Айгуль Соловьева, занимающийся антикоррупционными и другими вопросами. Подробности расскажет Устам Ралбаев. Свой визит в Алматинскую область мониторинговая группа начала с города Талдукурган. В антикоррупционном центре состоялась встреча республиканской группы с местными коллегами. К своей чести местные сотрудники антикоррупционной службы не получили замечаний касательно своей работы. Также в рамках визита республиканская мониторинговая группа провела заседание с представителями различных структур. На обсуждение выносились вопросы здравоохранения, правоохранительных органов, образования, экологии и ряд других. Сегодня прошла встреча со специальной мониторинговой группой Алматинской области, которая и будет работать над тем, чтобы снизить риски коррупционные и для того, чтобы исправить ситуацию для реализации тех задач, которые поставлены в этой антикоррупционной стратегии. Но самый главный приоритет о том, чтобы люди почувствовали на себе о том, что коррупция стала значительно ниже. Также в рамках визита республиканская мониторинговая группа проверила работу цона и автоциона города Талдыкурган, проверяя работу сотрудников учреждений и беседуя с гражданами, прибегающими к их услугам. Сегодня жители города могли воочию увидеть антикоррупционную деятельность республиканского масштаба. В этот же день на последнем заседании в антикоррупционном центре представители разных структур и отраслей смогли получить ответы на заданные несколькими часами ранее вопросы. Республиканская мониторинговая группа при АПК продемонстрировала большую внимательность к озвученным проблемам и проявила активную позицию. На площадке агентства прошла встреча с общественниками, там тоже были свои поднятые вопросы. Но мы будем стараться, вот эти все вопросы, которые были подняты, по ним отреагируем обязательно. Есть частные обращения, которые поступили. В рамках всех жалоб и предложений, которые поступили сегодня нам в Талдукургане, мы подготовим тоже свой план по реализации, по решению этих вопросов. И в дальнейшем отработаем уже непосредственно с заявителями и непосредственно с государственными органами. Это очень важно. Сегодня жители города могли лично видеть республиканскую мониторинговую группу за работой. Многие общественные деятели приняли участие в проведенных обсуждениях, подняв интересующие их темы на первом и получив ответы уже на втором заседании. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, Телеканал ЖИЦУ. Продолжаем выпуск. Сократить число государственных служащих на 25% за два года и исключить родственные связи при приеме на работу. О поправках в законе поведал госслужащим Ильис Кореяна, руководитель АДГС Палматинской области Лязат Бесекулова. Чего ожидать местной действующей власти и как теперь будет проходить отбор на госслужбу, расскажет Адина Смогулова. В своем послании от 1 сентября глава государства озвучил способ улучшения качества государственной службы. Уделил особое внимание и диалогу между народом и властью. Так, концепцию слышащего государства уже практикуют в Алматинской области. Стартовала программа с рабочей поездки руководителя АДГС Палматинской области Лязат Бесекуловой, где состоялась онлайн-конференция с аппаратом Акима Ильисского района. Если раньше заместители районных и городских Акимов проходили отбор в регионах, то отныне они будут назначаться на должность посредством единого областного конкурсного отбора. Избирать Акимов округов будет народ, а не Раким района. Госслужащим теперь может стать любой заинтересованный в благополучии страны казахстанец. Для этого достаточно подать онлайн-заявку, и претенденту доступно вакантное место специалиста в Акимате. Но с одним условием – работа должна вестись прозрачная. Немаловажно, что при отборе на госслужбу отныне нет места родственным связям. А это значит, никаких родственников в составе комиссии. При приёме граждан и бесед с ними, в целом при проведении любых дискуссий, госслужащим важно держать марку, начиная со слов, что произносят, и вплоть до того, как при этом выглядят и преподносят себя. Потому что они – представители государства, и им нужно соответствовать своей роли в обществе. Логическим завершением рабочей поездки Лиза от Бесеколовы стала экскурсия по сервисному Акимату Ильисского района. Открылся он буквально три недели назад. Трудятся здесь девять специалистов и оказывают свыше 50 видов услуг. По их словам, больше всего со стороны жителей поступают вопросов по земельным отношениям, архитектуре, соцпрограммам и занятости. За 20 дней нами оказано свыше 700 госуслуг. Это отличные показатели и для народа очень удобно. Потому что раньше отделения располагались в самых разных уголках района, отчего жители были вынуждены своняться от одной двери до другой. Теперь же наш сервис на Акимат централизован, и все ведут услуги отныне доступны в одном помещении. Резюмируя поездку, руководитель департамента провела беседу с жителями Ильисского района, ответив на все волнующие их вопросы. Один из Могулова, Курманжан Касымжанулы, Аманжол Женгешев, телеканал ЖТСУ. 39 тысяч маргиналов зарегистрировано в Алматинской области с начала текущего года. Нелицеприятную картину слабой идеологической работы молодежной политики в регионе, отсутствие взаимосвязи с зарубежными партнерами, большой процент семейных разводов и другие актуальные темы затронул на встрече с представителями молодежных организаций заместитель Акима области Рустам Али. За круглым столом были также озвучены и меры по снижению безработицы в среде молодежи. В первую очередь будет изменена программа занятости, трудоустройства и досуга молодежи до 2025 года. В скором времени трудовые отряды Жаслель ждет трансформация в студенческие строительные молодежные трудовые отряды. Это позволит решить жилищный вопрос молодых очередников, а вместе с ним и вопрос трудоустройства безработных. В планах руководства области привлечение молодежи и в проекты дорожной карты занятости. Основная задача это стабильные постоянные рабочие места. Сейчас в области выделено в рамках дорожной карты занятости 109 миллиардов тенге. Порядка тысячи объектов работы ведутся в области. Планируем запустить программу Жасутау. То есть эти же строительные трудовые молодежные отряды будут строить дома для молодежи. Молодежь благодаря своим знаниям, опыту, труду должна максимально привлекать международные организации для реализации всевозможных проектов и грантов на территории Алматинской области. Доступность интернета в сельских населенных пунктах, разработка регионального плана цифровизации Алматинской области до 2025 года. Эти и другие темы стали предметом обсуждения на встрече с представителями управления цифровизацией. По мнению заместителя Акима области, подведомственные организации, отвечающие за цифровизацию нашего региона, должны пересмотреть формат деятельности для улучшения качества оказываемых услуг. В настоящий момент все эти вопросы взяты на контроль. К сожалению, смарт Алдыкурган по уровню функционала до смарт Астана еще не дотягивает. Житсу Комек 109 ожидаемо пока не оправдал надежды. Что касается Житсу Хаба, то вместо обучения программному обеспечению и цифровой грамотности населения, они, к сожалению, сейчас занимаются организацией языковых курсов. Мы в ближайшее время внесем коррективы в деятельность этих организаций, поскольку они ответственны за цифровизацию Алматинской области, несмотря на форму собственности. По следам Мабая в семье заложена новая аллея в честь 175-летия великого поэта. В благоустройстве зеленой зоны приняли участие и Житсу Суццы. Наша съемочная группа в составе делегации Алматинской области приняла участие в презентации нового объекта. Путь Абая. Такое название отныне носит аллея на проспекте Ауэзова. Хотя год назад картина здесь была совсем иная. Именуемый зоной отдыха сквер, ремонта и благоустройство не видел более 20 лет. Специально к 175-летию великого Абая на его малой родине руководство Алматинской области инициировало строительство парка с детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и декоративным озеленением. Местные жители не могут нарадоваться положительным изменениям в городе. Безмерно благодарна жителям Алматинской области за такой подарок. Раньше здесь была просто дорога, а теперь вот установили прекрасную спортивную площадку. Спасибо большое. Аллея имени казахского классика несёт в себе и культурно-просветительскую роль. Здесь высечены на камне из речения великого Абая. Это упрочит память о казахском мыслителе, в умах и сердцах почитателей его творчества, уверены авторы проекта. К слову, на реконструкцию и благоустройство исторического объекта из областной казны выделено порядка 600 миллионов тенге. Выражаю свою признательность жителям Алматинской области за их самоотверженный труд и большой вклад в развитие нашего региона. Следующий пункт назначения делегации – дом музея Мухтара Уэзова. Писатели и великого мыслителя, сумевшего в одном произведении описать многовековую историю. Особой исторической ценностью является факт, что здесь, в этом доме, проходили встречи Мухтара Уэзова, Жусубека Аймаутова и Миржакы Падулатова. Здесь можно проследить и этапы становления лажской интеллигенции на пути к независимости. Ознакомившись с биографией исторического дома, делегаты почтили память Мухтара Уэзова. В заключении делегаты посетили мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», открытый в 1993 году. На данный момент, в честь юбилея великого писателя, мавзолей проходит полную реконструкцию. Специалисты уверяют, что вот эксплуатацию достопримечательностей города произойдёт до конца текущего года. К другим темам. Импульс развитию сельских территорий дала дорожная карта занятости. В этом году в её рамках населённые пункты Раимбекского района обеспечиваются качественной питьевой водой. До конца этого года центральный водопровод закольцует в сёлах Жамбыл и Хазлышекара. А всего в районе по госпрограмме запланировано реализовать 32 проекта. Жители села Жамбыл все эти годы воду носят по старинке. С местной реки или из колодцев. Но очень скоро они надеются забыть это. С июня текущего года в рамках дорожной карты занятости в селе строится водопровод. «Мы долгие годы таскали воду с боэнкола. Это опасно и тяжело. Приходится по несколько раз в день ходить или снаряжать упрыж. Или кооперировали с соседями и копали колодцы. Наконец всё это останется в прошлом. Откроем кран, и вода будет в доме. Зимой и летом. Ждём с нетерпением». Выполнено 70% работ. Используя тёплые дни, подрядчики намерены отработать максимум. Впрочем, работа идёт по графику. Внутри села тянется 14 километров трубопровода. 11 километров труб уже протянуты. Планируем завершить все работы уже в ноябре этого года. Постоянно следим за качеством. Сейчас задействованы 30 человек в строительстве. А вот в селе Козлашикара работы продвигаются несколько быстрее. Населённый пункт уже к концу этого месяца будет пользоваться качественной питьевой водой. В целом, по линии дорожной карты занятости мы должны обеспечить 401 человек рабочими местами. В настоящее время 318 местных жителей уже трудоустроены. Работы в этом направлении продолжаются. У нас на 32 проекта выделено 3 миллиарда 132 миллиона тенге. Проводятся капитальные работы общеобразовательной школы в селе Тикес и детского сада в селе Сарабастау. В этом году в программу капремонта наконец попала школа Жуканова-Алиханова в селе Талас. Утверждение 1984 года постройки. Работа почти завершена. Уже на 90%. А восстанавливают её местные жители. 40 человек трудоустроились. И в конце сентября дети смогут сесть за парты. Школа была в плохом состоянии. Детям было холодно, с крыши протекала вода. Как многодетная мать выражаю благодарность руководству области. Отныне наши дети будут учиться в комфортных условиях. Знания получать будет намного легче. Также благодаря дорожной карте занятости в шести населённых пунктах Раимбекского района отремонтировано 18 километров автодорог. Такого объёма благоустройства в один год ещё не было, делится впечатлениями сельчане. Елеман Раимбеков, Курманжан, Касамжанула, Амонжал Жункишев, телеканал Житсу. На стройках Петропавловска не хватает рабочих. Строительные компании бьют в набат. Зарплаты повышаются, а вакансии сохраняются. Дефицит рабочих рук на строящихся объектов достиг показателя в 500 человек. В последние годы в Петропавловске ударными темпами возводят жилые дома, школы, больницы, расширяют старые микрорайоны города. Поэтому нехватка строителей сохраняется на высоком уровне. Для ликвидации дефицита рабочих в областном центре провели ярмарку вакансий, где рабочие места предлагали 8 строительных компаний. Они представили около 900 вакансий, от простого разнорабочего до руководителя. Однако при этом в настоящее время в Петропавловске зарегистрировано 1800 рабочих безработных. Подготовка, которая в волне коронавируса. По словам министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя, сегодня пациентов с COVID-19 и пневмонией насчитывается более 4,5 тысяч. Как отметил глава ведомства, ситуация стабильная. Но, несмотря на утешительную статистику, разворачивается дополнительный коучный фонд, приобретаются средства индивидуальной защиты и лекарства. В больницах уже установлены более 3 тысяч аппаратов ИВЛ. В четырех городах Казахстана пресечена деятельность крупных преступных группировок. В рамках спецоперации, проведенной в Нур-Султане, Алматы, Костана и Ак-Тубе, сотрудники КНБ и МВД республики задержали 15 активных членов ОПГ, занимавшихся вымогательством, рейдерством и торговлей оружия. Изъят арсенал огнестрельного оружия, боеприпасов и гранат. Задержаны водорены в ИВС. Проводятся следственные мероприятия. Крепкая семья, крепкое государство. Под таким девизом сегодня работает Совет матерей, созданный при АНК Алматинской области 7 лет назад. В честь Дня Семьи, отмечаемого в Казахстане во второе воскресенье сентября, на базе областного дома дружбы, состоялось заседание Совета, в котором приняли участие председатели из разных районов. В ходе встречи подведены итоги работы и конкурса среди молодых семей. «Моя семья – мое богатство». Зарина Ильясова – тренер по хоккей на траве, молодая мама и любящая жена. С будущим супругом Владимиром Зарина познакомилась в детском доме. Молодые люди долго дружили, потом решили пожениться, и вот уже 4 года они являются образцовой семьей, чем и заслужили победу в областном конкурсе, проведенном Советом матерей. «Четыре года я живу со своим мужем, у нас всё хорошо, у нас есть дочь Эмилия, ей два годика будет, она очень умненькая, я её развиваю, она знает алфавит, читает до десяти, мы её очень любим, ценим, и с малых лет мы её учим уважению, уважению к старшим». Всего в областном конкурсе приняли участие 11 молодых семей. Три из них прошли на республику. Подобная работа, уверены члены Совета матерей, помогает супругам сблизиться и укрепить свои отношения. Именно на это и нацелена работа данной организации. «Основной задачей является оказание помощи психологической молодым семьям, консультации молодым семьям. Чтобы сохранить государство, мы должны сохранить наши семьи. И работа нашего Совета матерей идёт по теме «крепкая семья, крепкое государство». Семья – это же основа государства. Какими будут наши семьи, такими будут наши государства». Советом матерей сегодня реализуется 9 масштабных проектов. В регионах созданы школы молодых семей, родителей, а также школы одиноких матерей. Проводится работа по оказанию помощи женщинам и девочкам, ставшим жертвами насилия в семье. В этом вопросе помогает сотрудничество с представителями ювенального суда. И, конечно, нельзя не сказать о деятельности медиаторов, нацеленной на разрешение конфликтов в отношениях супругов. Благодаря этому в одном только Сарканском районе удалось сохранить 31 семью, которая находилась на грани развода. «В Сарканском районе хорошо работают медиаторы. Мы стараемся помочь уберечь семьи от развода. Ведь единство семьи – это единство нашего государства. Основные причины разводов связаны с безработицей, ревностью и с другими социальными аспектами. С каждой семьёй мы работаем, разбираем проблемы, разъясняем ошибки в построении семейной жизни». Стоит отметить, что представители Советов матерей во всех регионах Алматинской области не оставляют без внимания и другие проблемы семей. Женщины помогают в организации дистанционного обучения, проводят консультации с родителями, а также оказывают материальную поддержку нуждающимся. Кроме того, они собирают средства на приобретение лекарств и дыхательных аппаратов для больниц. Одним словом, ведут себя так, как и подобает настоящим заботливым матерям. Надежда Белова, Кайрат Кастурганов, Телеканал ЖТСУ. Ванкувер окутал густой смог. Ветер принёс на север канаты гарь и пепел от природных пожаров США. Министерство окружающей среды рекомендует жителям не выполнять физическую работу на улице и по возможности не выходить из дома. Местные жители американского штата Орегон, возвращаясь в свои города, видят картину апокалипсиса. Кругом сплошное пепелище. Найти что-либо уцелевшее из имущества практически невозможно. Сильнейшие за всю историю природные пожары на западе США не отступают. Растёт число жертв стихии. Погибли около 30 человек. Почти полмиллиона человек эвакуированы. Израильское правительство одобрило введение полного карантина из-за ситуации с коронавирусом сроком на три недели. Ранее правительственная комиссия по коронавирусу предложила ввести полный карантин. В частности, предлагается ограничить передвижение граждан, закрыть образовательные учреждения, прекратить работу кафе и ресторанов, а также офисов. Работу смогут продолжить жизненно необходимые предприятия. В Израиле, по данным World's Matters, на сегодня зарегистрировано более 1 тысячи новых случаев COVID-19. Пять человек скончались. Общее количество заболевших составляет 153 759 человек. Анкару накрыла песчаная буря. Тяжелые облака пыли, принесенные ветром, предположительно с пустынь Саудовской Аравии, мешали видимости и спровоцировали значительные задержки движения. Сообщается, что пыльная буря в течение получаса затянулась слоем песка и пыли. Видимость в радиусе километра. В больницу обратились не менее шести жителей Анкары. Такими событиями был насыщен уходящий день. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова